ребят данная посылка принесла мне ужасные психологические мучения казалось бы да посылкой посылка все не так какой-то момент я повелся на этот есть там бегают там а вот закажи вот это скажи что это была реплика и потом отсудишь у продавца короче бабки вот ребят вот я заказал себе нож и реплика да за 600 рублей из таких как вы ну его продавать это касаемо вот касаемо 2 батарейки казалось бы батарейки в розничной упаковке аксель но не такая оксел наверное правильно да не такая уж прям вот фирма а что там поделка не поделка там 5 10 а прикол заключается в чем видите когда-то в этого самого аксела было раз два три 4 4 индикатора заряда батарейки сейчас ты еще и разряжены что то что ж так опять какие то а здесь видите а здесь опять нет это называется как его скрепочка не скрепочка разряженный давайте вот это посмотрим о ну чё за мать его а опять у меня начинаются мучения какие-то в голове ну видите вот здесь вот опять да вот есть а здесь не было такой фигулинки а здесь есть раз и есть два да здесь есть раз и есть два китаец вот тот что ты делаешь со мной так нельзя наверняка сейчас тоже будет работает а забытый вкус детства я вот не знаю что с ним делать вот честно вот опять вот он меня провоцирует поросенок редкостно а фишка заключается в чем на картинке у него показано 4 индикатора в реальности я прекрасно изначально знал что будет 3 это бы это великолепный повод открыть спор на несоответствие заявленного я взял специальный аккаунт я взял специально оплату с левой карты и купил 4 батарейки в полном понимании того что твою ты дивизию а ну чё то вот открылось не должна так просто открываться в полном понимании того что придет вот так вот как оно пришло и я хотел короче ему воткнуть спор я ему хотел воткнуть спор и соответственно этот спор выиграть но продавец очень быстро отправил товар раз этот товар очень быстро дошел до меня и помимо прочего ну как тут я прикинул что это не по-человечески чем ближе ко мне был товар тем сильнее меня грызла угрызение совести который учет у меня сейчас перестает грызть глядя на то что две батарейки пришли разряженная а с этой батарейкой вот такая вот петрушка или укроп не знаю что это петрушка или укроп как по вашему мнению лета нет лютый ну какого ляда то ну в грызине совести меня мучили никогда начинал это видео я хотел рассказать то что тут так то так то короче делать ай-яй-яй-яй-яй не хорошо а вот так вот делать хорошо но учитывая то что ко мне вот все это дело пришло есть какая-нибудь разница вообще нет вот непонятно одно разряженное другая неразряженная и вот вот это вот ерунда да а из-за чего она не закрывается я вам скажу из-за чего она не закрывается все легко и просто видите здесь сломана закрывалка а здесь не сломана ну и вопрос что ты делал с этим аккумулятором что-то разряжен б у него сломана держалка очень вот так вот меня волнует вопрос дайте-ка я сейчас починю и вернусь как раз телефон звонит в общем ребят сомнениях я сомнениях относительно того что все-таки с ним делать тому как вот три батарейки как бы вот нормально да вот этот четвертый это конечно ну то есть вот я вот как-то не крутись а видеть немножко сломан вот вот в остальном вы знаете это очень удобно то есть вот есть вот независимо от того чем у меня этот спор закончится это очень удобно то есть вот беленькая батарейка а чё далеко ходить вот такая вот беленькая батарейка это конечно все прикольно да там все хорошо но для того чтобы ее зарядить не нужно воткнуть чпук в специальную зарядку зарядку воткнуть в розетку и заряжает заряжать заряжать не всегда зарядка есть под рукой и так далее и тому подобное микро юсб есть практически всегда потому что ну если вы пользуетесь телефоном у вас есть кабель для зарядки телефона и следовательно вы всегда сможете зарядить руки-крюки а батарейку помимо прочего помимо прочего у меня идет кабель с четырьмя хвостами то есть вот один и из бишку втыкаешь и четыре хвоста можно сразу четыре батарейки заряжать я на него тоже ссылку положу но кабель пока не пришел как он выглядит что он из себя представляет как заряжает пока не знаю а в этом видео вы знаете сейчас будет продолжение я принципиально для того чтобы понять насколько работает вообще да алиэкспресс я все это дело загружу туда открою спор и все это дело вам в скринах по выкладываю как и собственно говоря резюме далее если я решу что китаец все-таки вот молодец а мой поступок это холодец я ему просто напишу сделаю очередной заказ тут же воплачу скажу отправлять ничего не надо это был розыгрыш никто тебя там на четыре батарейки не кинул но вообще в описании надо всегда следить потому что злые дядьки и тетки есть всегда и собственно говоря могут спор тебе воткнуть посмотрим чем закончится скоро вернусь добавлю материала и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok